Итак, только что завершилось заседание Центрального банка США ФРС по вопросу ключевого ставки. Хочу пройтись по главным тейсам и провести макроэкономическую корреляцию данных тейсов с рынком. Ключевую ставку ФРС оставила на уровне 5,5% годовых, как и ожидал рынок. Есть прогресс снижения инфляции, но уровень все еще остается высоким. ФРС продолжит снижать по плану баланс гособлигаций и ипотечных облигаций. Экономика США добила значительного прогресса. Продолжается значительный рост числа рабочих мест. Ожидаем продолжение ослабления на рынке труда. До сих пор в этом году у нас не было большой уверенности в отношении инфляции, чтобы снижать процентную ставку. Если экономика останется стабильной, инфляция сохранится, мы готовы поддерживать ставку на прежнем уровне. Сколько потребуется сокращением ставки нужно подождать, пока ФРС не будет более уверена к возвращению инфляции к таргету. Если число рабочих мест неожиданно снизится, ФРС готова отреагировать. И сегодняшний отчет по инфляции это прогресс. Господа смотрите, риторика у Паула голубиная. Кто бы что ни говорил в соответствии с теми мыслями, что я озвучил сегодня ранее. Что ключевую ставку ФРС США стоит на одном уровне. Но риторика будет глубиной, так как отчетность по инфляции и именно инфляционные ожидания из-за роста на сырьевые товары не растут. Это говорит о том, что производители пока еще не переложили инфляцию на конечную себестоимость продукции. И в принципе в ближайший квартал перекладывание инфляционных ожиданий на конечную себестоимость продукции маловероятно. Так как потребительский спрос снижается, соответственно инфляция по заметкам ФРС она расти не будет. Как следствие уже Паул продолжает давать за дело под потенциальное снижение ключевой ставки в ближайшем будущем. То бишь отчет по инфляции это прогресс, который был сегодня. А уровень потребительской инфляции в США за год 3,3% ожидания 3,4%. Базовый CPI 3,4% ожидания 3,5%. Ранее было также 3,6%. Причем годовой CPI инфляции был 3,4% ранее. То бишь за май месяц инфляция в США не выросла по отчетности ФРС. Как следствие, господа, они продолжат ФРС делать задерги в отношении рынка к тому, что ключевую ставку будут понижать. Как следствие, господа, кто бы что ни говорил, кто бы как ни пытался армагеддонить, но уже в ближайшем будущем ФРС начнет снижение ключевой ставки. Банально из-за того, что страны G10, западные страны большой десятки, такие как Швейцария, Швеция, Канада, Еврозона уже начали процесс снижения ключевых ставок. Они поняли, что в рамках растущей инфляции повышать ставку или держать ее на текущем времени бессмысленно. Нет никакого резона. Все, задел, пошел. И как я вам говорил ранее, ФРС будет сегодня давать нам жесткую глубинную риторику. Отчет дан. Все. И ФРС скоро ставку будет понижать. Соответственно, индекс доллара в данный момент торгуется на уровне 104,67 пунктов. Как следствие, у нас задел под дальнейшее снижение индекса бакса имеется. Ну, вот ШИП у нас имеет свечной в районе 104,27. И, соответственно, по мере пробоя диапазона Яма 200, вот этой красной линии, у нас будет выход цены куда? Правильно. В район 103 пункта и 102,50. Я думаю, это вопрос недалекого времени, когда мы к этим уровням прием. Как следствие, у нас будет дальнейшее снижение доходности Treasuries, 10-летних США. То есть, рынок уже закладывает в ожидании то, что ключевую ставку ФРС будет снижать в ближайшем будущем. И Treasuries будет снижаться в район 4,04 и 3,77%. То бишь, цели ниже, а осталось только пробитие Яма 200, поднимая графика, все. Медвежий тренд начнется. И на индексе доллара, который за последний год упал буквально, точнее, вру, за последние два года упал на 9%. Но цели стратегически появятся, что баксов остается ниже. В районе 90 пунктов. Это первая цель. Но вот повторюсь еще раз, что главное пробить уровень Яма 200, выйти на уровень 102 пунктов. Вот так вот отторговаться, отскочить и потом пойти еще глубже, еще ниже. Соответственно, на рынке Драгопром металлов картина у нас будет следующая. Золото сейчас торгуется в рамках основного отскока. Ждем плавного. Ну, мягко говоря, продолжаем отскока в район 2,350. Локальная коррекция на 2,240 и 2,200. Небольшую расторговку. И возврата на 2,45, даже 2,500. В общем, в целом, тут у меня мысли и цели, соответственно, прежние. По серебру. Жду небольшой проторговки в диапазоне 28-29. Так вот, накопление импульса. И возврат на уровень 32-33. Цели и мысли абсолютно прежние. Серебро-рубль. Сегодня, как вы знаете, американцы ввели санкции на внебиржевом рынке. Доллар уже продает по 120 рублей. Некоторые банки USDT продают в районе 100 рублей за электронный бакс. Поэтому, господа, смотрите, если у нас будет паника на валютном рынке, на внебиржевом валютном рынке, она, в принципе, уже началась, но просто завтра, если какая-то ситуация усложнится, то у нас серебро-рубль может выставить в район 130 и 140 пунктов уже в ближайшее время. Поэтому, здесь сложно гадать, почему, потому что официально валютного курса у нас больше не будет. Все, мы фазу демократизации, либерализации, фазу глобализации после развала Советского Союза прошли. Все, мы впадаем в фазу одиночного рынка. Каким был Советский Союз, каким сейчас является Российская Федерация. И, по факту, это просто история, в которой мы живем, история, в которой нам приходится с вами финансово существовать. Поэтому, сразу подчеркиваю, что очень сильно допускаю резкий, подчеркиваю, резкий возврат серебра-рубль на 130 и на 140 пунктов. Вот это все ценовое накопление, сразу подчеркиваю. То, что было, по примеру, у нас вот здесь, тоже ценовое накопление. И вот это ценовое накопление подходит к своему завершению. То есть, флаг сформирован, и, соответственно, вынос у нас из флага скоро будет вверх. Куда? Но, я полагаю, в район 140, 150 и, может быть, 160 пунктов. Поэтому, сразу подчеркиваю, основной мысль, основной тезис. Я не знаю, что будет на валютном рынке Российской Федерации. Ни Центральный банк не знает, ни банкира никто не знает теперь, потому что мы находимся в фазе из жесткой неопределенности. Но, по мере роста серебра, где-нибудь в районе 140, 150, может, 160 пунктов, я задумываюсь о том, чтобы эту инвест-позу закрывать, потому что у меня средняя цена находится в районе 58 рублей за серебро, 1 грамм. Если выйдем в район 140, 150, это у меня будет прибыль в районе 155%. То есть, я этот профиль, вероятнее всего, с серебра заберу. Что будет делать дальше? Ну, дальше время покажет, я вам об этом повествую. Поэтому данный момент учитывайте и тоже держите руку на пульсе. По платине аккуратно пришли на уровень ЕМА-200, возвращаемся в район 1000 долларов. По палладе тоже возвращаемся аккуратно в район 1000 баксов. То есть, тут цель у нас находится с вами выше. Соответственно, по рынку нефти, пока тормится на уровне 82. Ждем локального снижения от уровня верхней границы нисходящего канала ЕМА-200. Куда? В район 79 и в район 77 долларов за баррель. По природному газу, я вам говорил ранее, ждем обвал. Вот здесь вот. Обвал в район 250-260. Так что, в принципе, я газом и нефтью не торгую сейчас. И, соответственно, я все свое внимание акцентирую на рынке Драга Прометал. В первую очередь, на серебро рубль. Который в ближайшее время, в принципе, мог бы дать... Ну, я думаю, процентов может быть... Ну, наверное, 25 прибыли. Это было бы идеально. Потому что паника на валютном рынке, может быть, сыграла бы, так или иначе, какую-то значимую роль. Ну, в общем, не гадая наперед, просто смотрю по ситуации. В любом случае, позиции скоро по серебру я буду закрывать и буду брать прибыль. Конечно, меня могут ноги сейчас схватить за язык и сказать, что, мол, Михайлович, ты ждешь 50 долларов за унцу. Бла-бла-бла, ты переобулся. Но, господа, я еще раз скажу, что я ждал выноса серебра изначально к 120 рублям за грамм. Я решил подождать. Дадут 150-160, там, возможно, будут закрывать поиск, потому что я не знаю, что будет на валютном рынке. Я не знаю, как валютный рынок Российской Федерации будет реформироваться. Я живу в рублевой зоне. Я прекрасно понимаю, что серебро-рубль торгуются вслед за пару рубль-доллар. Как будет идти ход торгов серебра-рубль, золото-рубль дальше? Одному, я не знаю, кому только известно. Правда, ни Богу, ни Центральному банку, ни президенту это неизвестно. Никому это неизвестно. То есть, какой у нас будет валютный курс уже через день, никто не знает. Ни один человек. Поэтому сложно как-то прогнозировать дальнейшую судьбу этого инструмента. Но в любом случае, та прибыль, что есть у меня, что есть у вас, те новослонки, что мы с вами копили последний год-полтора, это все надо будет в скором времени активно брать и продавать. Ну, в общем, в целом, я свои мысли высказал и решение уже принимайте сами. Я не гуру, я не ванга, я буду, еще не вижу. Да, по санкциям на НКЦ я оказался жестко прав. По ключевой ставке ФРС и по риторикам тоже прав. И по серебру тоже оказался прав. Нет, не самоутвержение, просто, как говорится, бонусы к моей публичной торговой деятельности. В общем, господа, у кого имеются металлы, у кого имеются металлы, держите руку на пульсе. Я думаю, финальный рост покажем, финальный рост увидим, но дальше так или иначе придется продавать. Потому что надо фиксировать прибыль в любом случае, в точке А входят, в точке Б выходите. И к точке Б мы постепенно с вами очень жирно подходим. В общем, в целом у меня на этом все. Я вам рекомендую подписаться на все наши медиасточки. Первый пункт телеграм-канала, пункт про рынок акций, про сырьевый рынок, про облигации и про банковский сектор и рынок недвижимости. Соответственно, у нас имеется также клуб трейдеров и клуб инвесторов. И как следствие, в клубе инвесторов я буду в первую очередь закрывать свою лонговую позицию инвестиционную по серебру. На каком это будет уровне, я не знаю. Но очень скоро я лонг буду закрывать. Чтобы помнить и видеть, где я закрываю этот лонг по серебру в более 100% прибыли, я вам рекомендую подписаться на наш клуб инвесторов. Ссылка находится в описании под каждым видеороликом. Биржевиквип.ру и официанте грамм-бот Биржевикбот. Рекомендую к подписке. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотно. Стратегия наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Продолжение следует.